слава украине привет всем от полонского наша любимая рубрика потери российских фашистских войск в украине давайте посмотрим где чего как и куда сразу скажу что потери у них были большие вот сегодня например они потеряли 74 из 75 беспилотников пытались атаковать в основном киев 66 беспилотников летела по киеву из этих 75 вот а единственный долетел и не в киеве куда он упал я не знаю честно говоря но война ночью была капитально тут все взрывалось такой тарарам стоял киеве же это капец особенно на правом берегу и летели со всех сторон это было интересно летели же со стороны житомирской области залетали и со стороны черниговской из юга заходили то есть они они пытались прорвать оборону они реально хотели погасить как только видите день холодомора раз им же хочется показать всю силу своей ненависти к нам и как только они увидели что температура ниже нуля все вперед да ну и плюс как говорится истощить нашу противоракетную оборону и давай вперед значит да поперли так уже к сведению как бы рассказываю уже в принципе одно видео на эту тему делал вот ни черта не вышло ни черта не вышло значит из 75 шлюхедов сбили 74 соответственно один куда-то долетел честно я не знаю куда в киеве прилетов чистых таких прилетов не было пять человек пострадала при падении обломков этих шахедов вот среди них одна девочка паническая атака девушки 11 лет и разбит разбито серьезно покалечен детский садик слава богу он был не ночным детей в это время там не было также пострадала пятиэтажка хрущевка на соломинке таких каких-то больше больших каких-то разрушений не было пострадали автомобили но в таком плане но это мелочь по сравнению с тем что могло бы про и представляете прилетела бы сюда вот киев конкретно летела 66 штук на каждом килограмм по 40 взрывчатки но это вот тут даже и и думать нечего чтобы произошло чтобы произошло вот так что ну каким-то образом пво конечно красавцы вообще работали ночью все бабах кого да по фронту но это не будет отражено к сожалению в потерях за сегодняшний день потому что мы знаем прекрасно что сутки назад идут как бы по фронту расисты устраивают мясные штурмы практически по всей линии фронта что в луганской что в донецкой областях даже не буду перечислять потому что все те же самые пункты что и вчера каких-то успехов они не добились категорических которые позволяют им где-то говорить о каких-то прорывах и в помине такого нет вот но в херсонской области у них традиционно все хреново они обвиняют свою там пошел же богадюкинг одни обвиняют других другие обвиняют третьих короче такая всеобщая расистская ненависть друг к другу из-за неудач на херсонском фронте ну то ли еще будет как говорится такое дело наши там хорошо отрабатывают давайте посмотрим что же что же на самом деле за вчерашний день было у кондропуплено и отправлено на концерт кобзона 860 вооруженных путерастов которые пришли на землю украины убивать женщины детей но что-то у них пошло как говорится не так хотели они убивать а вышли видеть вышло видите она им через одно место до 860 вчерашний день общее количество путинских боевиков которые отправились на палубу крейсера москва который телеподводная лодка составляет 323 тысячи 760 штук за вчерашний день было также отминусовано 6 танков в общее количество 5 тысяч 502 и 7 бронемашин в общее количество 10 тысяч 263 нормально так идем путинская армия будет состоять из металлолома включая пушки пушки пушечный геноцид продолжается 18 орудий ствольной артиллерии за вчерашний день как самоходные такие не самоходы в общее количество семь тысяч восемьсот пятьдесят один сначала российско-фашистского вторжения одна единица рсзо это по-моему был солнцепрек но по крайней мере видео я видел вчерашний солнцепреком его от минусовала в пв дрон 905 единиц рсзо с начала войны и одна единица средств пво всего пятьсот девяносто шесть штук его традиционно дорогая вещь скоро будут я не знаю откуда они уже будут волочить узнаем полетят наши дроны на москву узнаем как говорится где сейчас у них пво больше в крыму или на москве в крыму она хорошо прилетела там вчера ночью 323 324 это количество сбитых самолетов вертолетов беспилотников за вчерашний день еще раз говорю не путать сегодняшним то с чего я начал это видео восемь штук всего 5808 но сегодня уже добавится эти 74 которых шлепнули в воздухе над украина из них 66 над киевом ну или вокруг киева будет так правильнее сказать не совсем над киевом так одна крылатая ракета была сбита кстати сегодня тоже еще одна крылатая х-59 сегодня на днепром вчера даже не знаю где ее сбили 1565 всего 29 грузовиковый автоцистерн у кондропуплена и отправлена в металлолом общее количество грузовиков которые у путина как коровы языком как говорится слезала составляет 10259 также четыре единицы спецтехники но тут наши традиции общее количество 1112 тут наши традиционно выбивают но прежде всего больше всего у них страдает вот эти вот станции муром м м которые следят стоят на вышках обычно это камера очень мощные камеры которые снимают происходящее собственно говоря дают расистам понять что происходит но вот их отминусовым просто в промышленных масштабах каждый день дня нету чтобы один муром м как говорится не свалился с этой вышки мягко говоря так что отминусовым постоянно и понятное дело работаем по ребам и по всей этой прочей расистской нечисти которая пришла на нашу землю таким образом продолжаем стирать в пыль в порошок в грязь и в смрад российско-фашистскую армию которая пришла сюда убивать и калечить но что-то у нее пошло совсем не так